О своей тяге к родной земле, включая и личное приусадебное хозяйство, белорусский президент всегда рассказывает с особым настроением. Упомянул о своих аграрных успехах Александр Лукашенко и во время своей поездки в среду на север Минской области. Поводом для визита главы государства стало 250-летие со дня начала производства белорусских комбайнов на предприятии ГОМ «Сельмаш». Состояние и перспективы развития отечественной сельхозтехники – эти темы на данный момент в центре внимания президента. Известно, что в ближайшее время будет запущено 7 новых в производство. Страна на импортозамещении экономит существенные средства. Президент также рассказал, почему выращивает разные культуры на своем земельном участке. Он отметил, что выращивает арбузы на своей усадьбе не ради пиара, а в экспериментальных целях, проверяет наработки ученых. Белорусский президент добавил, что аналогичным образом высевает и другие сельскохозяйственные культуры, в частности, картофель, рапс и травы, а также разводит коров. Он также отметил, что на его небольшой ферме – самое чистое молоко. Кстати, во время посещения в среду хозяйств в связи с юбилеем отечественного комбайна строения, Лукашенко по традиции не смог обойти стороной и негативные моменты, отметив, в частности, бесхозяйственное отношение к технике и урожаю во время уборочной страды. Напомним, что ранее Лукашенко рассказывал, что на территории своей резиденции выращивает арбузы, картофель и другие культуры, а урожай отдает в детские дома и дома престарелых. По словам президента Беларуси, его не в чем упрекнуть. Он, как был простым человеком, крестьянином, так им и остался, и это для него на всю жизнь. Президент также говорил, что у него на личном подворье есть 11 коров и новорожденные козы. И посещение этой фермы было его отдушиной, в том числе в условиях пандемии коронавируса. К слову, в октябре прошлого года Александр Лукашенко отдал ОМОНовцам половину урожая картофеля из своего огорода. А в 2016-м Лукашенко призвал белорусов не травить себя иностранными продуктами и отказаться от привычного сочетания картошки с мясом.